добрый день дорогие друзья меня зовут анатолий и в этом видео я хотел бы коротко с вами вместе прикоснуться к такой теме как скромность еще будучи детьми каждый человек старается проявить себя и это нормальное состояние и желание человека человек проявляет себя в учебе в труде в своей профессии во взаимоотношениях со своими друзьями в повседневной жизни иногда в средствах массовой информации мы можем увидеть рассуждение о том какие часы насколько дорогие носит тот или иной человек какой одежде какие может быть шубы он одевает и эти рассуждения они бывают не случайными почему потому что многие люди они не имеют понятия о скромности скромность для них это удел не образованности или еще каких-либо других черт характера негативных людей но так или иначе скромность она должна быть у человека почему потому что прежде всего скромность это то что хочет бог чтобы было у каждого человека и более того это защита для каждого человека если девушка скромно одета она не привлекает внимание людей похотливых тех которые находятся в блудодеянии и она не привлечет их внимание и не навлечет на свое тело и душу каких-то проблем и бед скромность не привлекает криминальный мир криминальный мир охотится за теми кто как раз живет не скромно и многие люди рассуждают на эту тему думаю что нет но эти рассуждения скромности они имеют прежде всего духовный подтекст и это очень важно когда люди не просто размышляют о скромности но ведут скромный образ жизни и воздаяние в духовном мире они будут получать у бога живого хотел бы обратиться к библии и на тему скромности прочесть несколько стихов и коротко них порассуждать евангелие от луки 14 глава с 10 по 11 стих стоит там следующая когда зван будешь придя садись на последнее место чтобы звавший тебя подойдя сказал друг пересядь выше тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет а унижающий себя возвысится интересное в том же евангелие от луки 18 главе 14 стихом стоит следующее всякий возвышающий сам себя унижен будет а унижающий себя возвысится это повторение прежнего стиха вел в евангелии от луки 22 главе 26 стихом стоит следующее кто из вас больше будь как меньший и начальствующий как служащий слова иисуса христа кремленам в послании апостола павлов 12 главе 3 стихом стоит следующее не думаете о себе более нежели должно думать но думаете скромно по мере веры как какую каждому бог уделил в притчах 12 9 стихом стоит следующее лучше простой на работающий на себя нежели выдающий себя за знатного нужно нуждающийся в хлебе и также притча 13 седьмым стихом иной выдает себя за богатого у него ничего нет другой выдает себя за бедного а у него богатство много и так рассуждать о скромности необходимо но надо также вести этот скромный образ жизни потому что человек который старается показать пустить пыль в глаза он привлекает не только внимание простых людей но и внимание в духовном мире сил тьмы и он как бы открывает двери своего дома своего тела своей души для врага через нескромность через показную напыщенность и это относится ко всем к студенту который покупает дорогой мобильный телефон к человеку который покупает машину не для того чтобы использовать ее как транспорт а чтобы показать на какой социальной лестнице он находится в своей жизни и так далее так далее так далее просуждайте вы на эту милость и благодати до свидания